Добрый день, уважаемые коллеги. В преамбуле к нашей встрече на сайте организаторов написано, что мы живем в период турбулентности транспортно-логистического бизнеса. И в этих условиях такие встречи замечательная возможность не только посмотреть на свой бизнес изнутри и вообще на ситуацию, которая складывается, но и, может быть, выйти за рамки и с непривычных точек зрения посмотреть на те возможности, которые открываются сегодня, для того, чтобы представлять в перспективе, куда можно двигаться. И я всегда пользуюсь случаем, когда приглашают на такие форумы, для того, чтобы для себя посмотреть на какие-то новые точки и новые обстоятельства развития того, что вынесено сегодня в тему нашего семинара. Поэтому прежде всего интересно определить основные тренды, которые сегодня присутствуют в мире, как их оценивают ведущие игроки этого бизнеса, и посмотреть, как транспортная политика, стратегия и тактика отвечают тем вызовам, которые реально сегодня существуют. Ну, давайте начнем с этих трендов. Год был очень обилен на разного рода анализы, и в конце 2016-2018 году вышел целый ряд больших обзоров, связанных с анализом вот этих глобальных и региональных трендов области, прежде всего, логистики. Если посмотреть только на некоторые из диаграмм и анализов, которые здесь представлены, то по сравнению, например, с 2016-м годом заметно, что более важным становятся технологии. Наверное, не случайно в повестке дня нашего сегодняшнего семинара достаточно много выступлений, связанных с технологией. На выставках мы тоже видим, прежде всего, технологические аспекты этого. То есть предполагается, что эта тенденция будет увеличиваться. На самом деле технологии – это отдельный вопрос, и вот за прошлый год вышло такое количество различного рода анализов с точки зрения прогнозирования основных направлений бизнеса в области технологии, связанной с околологистическими процессами. И я думаю, тех, кого это интересует, просто стоит немножко поискать в интернете и познакомиться с очень-очень интересными исследованиями, которые, конечно, выходят за рамки такого узкого и небольшого времени нашей встречи сегодня. Но некоторые аспекты, хотелось бы все-таки еще сделать акцент на них. Если говорить о том, в каких направлениях видится наибольшее интенсивное развитие логистики, то это, прежде всего, это видно, более 30% – это е-коммерция. Ну и все, что связано со здоровьем. То есть здоровье становится все более оптимальной тематикой. Население стареет, и появляется необходимость обеспечения здоровья. Это всегда связано с логистическими обеспечениями. Интересно, что когда оценивают тех логистических провайдеров, которыми пользуются, то на первое место выходят не деньги сегодня, а надежность. И это, наверное, один из очень важных факторов. Надежность в широком смысле слова, от качества услуг до стабильности предоставления этих услуг. И стоит задуматься о том, что может быть делать акцент не только на дешевизну оказываемых сервисов, но и сопутствующие факторы. Ну и, конечно, вы видите, больше половины всех участников этого рынка говорят о том, что на самом деле риски увеличиваются. И если говорить о том, в каком сегменте они увеличиваются, то здесь вообще доминирующая абсолютно – это глобальная экономическая нестабильность. В этих условиях, конечно, трудно ориентироваться на свои силы и на местные особенности, но, тем не менее, все равно такая возможность появляется. И в этом плане интересно посмотреть, что, допустим, непосредственно у нас в Балтийском регионе, в нашей стране связано с возможностями каким-то образом повлиять или учесть эти факторы. Если мы говорим о транспортной политике, то хотел бы, так сказать, показать вот этот слайд, я его с 2003 года показываю постоянно. На самом деле это своего рода пирамида маслоу применительно к транзитному бизнесу. Это пирамида, каждый следующий уровень которого может быть достигнут только, когда реализован предыдущий. Транспорт, потребность в нем возникает, когда есть необходимость географического преодоления какого-то. Идет он прежде всего там, где дешевле, экономический фактор дальше. Далее присутствует так называемый политико-институционный план, когда мы выбираем наиболее благоприятные, комфортные страны, организации, фирмы для нас. И только потом идет транспорт и новые технологии. И в этом плане я попытался в этот раз немножко переначать эту пирамидку и представить ее в виде трубы, в которой на самом деле груз поступает, но в зависимости от сечения отдельных сегментов этой трубы он может иметь разную пропускную способность. В лучшем случае классическая схема могла бы быть такой. У нас, к сожалению, она выглядит примерно так. Географический план. Здесь двояко. С одной стороны, он расширяется, потому что мы все время говорим о том, что в силу определенных внутренних особенностей Китая интересуют наземные пути транспортировки грузов, и Балтия здесь может выступить одним из ключевых элементов. С другой стороны, он сужается. Сужается не только за счет санкционных войн между Европейскими Союзами и Россией, но за счет того, что в силу этих войн Россия все больше переориентируется на Дальний Восток. И грузы на самом деле уходят из Балтии, просто уходят, физически уходят. Они не просто перераспределяются между Санкт-Петербургом и Балтийским бортами, они просто уходят на Дальний Восток. Конечно, транспортная инфраструктура примитена к нашей стране. Она расширяется. Мы знаем о планах электрификации дорог, о строительстве новых веток, модернизации. Рейл Балтика появляется. Это однозначно позитивно. Но в этих условиях фактически политико-институционный план резко сужается. То есть мы с одной стороны обижаемся на то, что у нас нет транзитных грузов, а с другой стороны делаем все, чтобы закрыть эту границу в политическом плане. И получается, что политики, наступая на грабли, бьют полбу тем, кто занят непосредственно в этом транспортном бизнесе. Это, к сожалению, де-факто сегодня присутствует. Еще интересный аспект, на который, с моей точки зрения, могли бы повлиять политики, стратегические документы. Ну вот один пример проведу. Это последние три года вышли несколько таких фундаментальных документов в ООН. Вы видите, они все связаны с развитием евро-азиатских коридоров транспортных. Посмотрите на основную карту. Там, к сожалению, нас нет. Есть Литва. Почему есть Литва? Почему нет Латвии? Почему нет Эстонии? Очевидно, литовские политики более активны в этом направлении. Это действительно так. Это действительно так. Еще интересный аспект. Вот начали обсуждаться новые тренды в европейском транспортном бизнесе. И сегодня уже говорят, допустим, не об отдельных портах, а о зонах, о таких мультипортальных гэтвеях. Вы видите, на карте они обозначены вот такими символами. В нашем регионе тоже. Финны особенно работают. Но опять-таки посмотреть. Один порт Клайпеда выделен в зону. А Лепой даже нет. Я уже не говорю о том, чтобы мы могли каким-то образом оказывать промоушен нашим трем портам и выделять их как отдельный компонент, как кластер на Балтийском море, получая определенные дивиденды только от синергетики такого типа. Еще, говоря о политике, я хотел бы сделать акцент. На следующей неделе начинается большой международный транспортный форум ежегодный, который проходит всегда в Лейцберге, в Берлине. В этом году вы видите основная тема Government of Transport. И каждый год какая-то страна, член ОЭЦД, является лидером этой программы, как бы принимающей стороной. В следующем году такой стороной будет Латвия. И практически есть уникальная возможность на трибуне топовой, где встречаются министры транспорта всех стран ОЭЦД, всех стран Европы, бизнес, академический, научный мир, выдвинуть какие-то свои идеи, оказать промоушен. Этому сегменту очень важны для нашей страны составляющие. Будем надеяться, что это произойдет. Если мы говорим о стратегии, то, конечно, в первую очередь мы всегда говорим о РЭЛ-Балтике. Хотя РЭЛ-Балтика и по последнему форуму больше все-таки оценивается как некий такой региональный, связующий элемент балтийских стран с основной Европой, я постоянно делаю акцент на стратегических документах. И один из них очень интересный, который на самом деле показывает несколько иную философию или, по крайней мере, возможность развития РЭЛ-Балтики. Фактически мы говорим о создании нового железнодорожного Балтийского кольца вокруг Балтийского моря. И вы видите проект РЭЛ-Балтики точно такой же, как еще два проекта, которые реализуются в Скандинавии и в Европе. Они фактически делают это кольцо более мобильным, они замыкают сеть европейской стандартной колеи здесь, и появляются новые возможности не просто в коммуникации между Балтийскими странами и Европой, но в создании каких-то новых транспортных направлений и новой идеологии функционирования, в том числе и логистики. Еще важный аспект, на который, я думаю, мало кто обращает внимание, может быть, кто-то был на последнем форуме, но он же и первый был в форуме по РЭЛ-Балтике. И интересно, что в заголовок этого форума вы видите экономические коридоры. Вот наш премьер-министр выступает на фоне как раз этого первого слайда, и вы видите основная идея строительства нового экономического коридора. На самом деле, если кого-то спросить, а что под этим подразумевается, то никто ничего не ответит, потому что на самом деле есть и Всемирный банк уже в течение нескольких лет проводит такого типа исследования, определенная идеология развития околотранспортной системы. И на самом деле самое простое это создание транспортных путей каких-то, и по большому счету на сегодняшний день все, что имеется в ЛАТО или куда мы входим, это не более чем транспортные пути, направления. Далее идет философия транспортного коридора, создание торговых, индустриальных коридоров, и как вершина этого всего это экономические коридоры. На самом деле понятие коридор, тем более связанное с экономикой, предусматривает не просто обеспечение создания инфраструктурной возможности перемещения грузов по железной дороге, по автомобильным, но и как вы видите вот в этих шагах последовательных создания фактически новые идеологические надстройки над этим и управление этим коридором как некого единого бизнеса. Пожалуй, о РЛ Балтике действительно можно впервые говорить о коридоре, пока я не готов говорить об экономическом, но по крайней мере как транспортном, потому что появляется единое управление в нескольких странах, единая философия развития, единая координация действий. Это первый шаг. То есть мы пока на самом деле говорим только о транспортном коридоре. Но сама такая возможность существует, поэтому задача наша не мечтать о том, когда мы его построим, и вот будет хорошо. Да не будет хорошо, потому что за то время, пока мы его будем строить, кто-то перехватит хорошие идеи и уже подготовит бизнесы. Об этом нужно думать сейчас. Думать сейчас, создавать инструменты, в том числе государственные, может быть надгосударственного управления, для того, чтобы создавать преференции для того бизнеса, который готов здесь участвовать на национальном уровне. Ну, если мы возвращаемся к этой пирамиде, то на самом деле возникает ассоциация с детскими пирамидками, в которые мы все играли, наши дети сегодня играют. Потому что та же самая модель, на палочку насаживаем колечки. И меня волнует то, что на сегодняшний день, говоря о Риал-Балтике, мы фактически не меняем идеологию, то есть не появляются новые элементы. Да, пирамидка становится сложнее. Две страны, три страны, четыре страны, с учетом Финляндии и Польши. Да, будет сложнее координировать эти уровни, но сама модель остается та же самая. И в этом плане хотелось бы создать что-то более гибкое, более универсальное на базе современных технологий, в том числе цифровых, которые дают мощный инструмент гибкости в управлении всех бизнесов, которые используют ту инфраструктуру, которая здесь появляется. Конечно, нельзя не сказать о новом шелковом пути. И это на самом деле очень такой интересный пример совершенно иной философии, восточной философии в этом контексте. Одна из типовых карт, которые часто показывают, это на самом деле никакой не путь, это сеть целая, это целая сеть возможностей. Но опять-таки, если посмотреть, у нас по большому счету здесь нет. То есть последний пункт, ближайший у нас, это Белоруссия, Минск. То есть надо оттягивать какие-то грузы, какие-то возможности, каким-то образом привлекать наших китайских партнеров. Как это делать? За счет чего это делать? Значит, это вопрос второй. Вот, например, белорусы, у них это получается. Мы знаем, что строится большой город фактически вблизи Минска, по территории равной половины столицы Белоруссии, Великий Камень. И на сегодняшний день мы видим и старание наших политиков, наших бизнесменов добыть грузы из Китая, провести контейнерные поезда. Ну, расстояния большие. А с другой стороны, у нас под боком соседи наши фактически создают маленький Китай со всей производственной инфраструктурой, учебными заведениями, госпиталями, больницами. Это город. И может быть, стоит на самом деле, прежде всего, обратить внимание, не на тот большой Китай, а на этот маленький. И потренироваться здесь, создав уникальную особенность, потому что мы ограничим напрямую вот этот экономический коридор, когда не только грузы мы будем возить, но мы будем получать добавленную стоимость от того, что мы будем еще каким-то образом с этими грузами работать в плане иного бизнеса. В этом плане очень интересна другая аналогия, которая на самом деле, с моей точки зрения, является и большими рисками для Балтии, но и новыми возможностями. Это другая карта, которую китайцы любят показывать. Вы видите, даже вот это с китайских сайтов, снята на европейских, она нечасто появляется. На самом деле, китайцы вообще не говорят о направлениях и путях. Вот на предыдущей карте была европейская, вы видите, там в основном выделены транспортные пути были. А здесь опять эти экономические коридоры. То есть реально мы видим, что факторы совершенно иного плана регулируют. Я хотел обратить ваше внимание на вот этот пакистанский коридор. Потому что если посмотреть, что делает сегодня Китай. Китай инвестировал, уже инвестировал 62 миллиарда долларов в этот коридор. А сколько он инвестировал в Прибалтику? Это отдельный контейнерный поезд, который как бы за их счет прошел, чтобы показать, что это можно делать. И если мы это взвесим, мы увидим интерес, который у китайцев есть к этому коридору и к Балтийскому. А почему это происходит? Можно найти карты, где вы увидите, что это не только транспорт, хотя там полностью транспортная инфраструктура переделывается. Это огромное количество энергетических объектов, госпиталей, вузы создаются. То есть это действительно экономический коридор. Вот объекты, которые там создаются. Почему это делается? А потому что если посмотреть, вот как бы тот район, который нас интересует, и мы сегодня создаем вот этот мост, мечтаем о том, чтобы... А вот что делается Китаем, куда вкладываются деньги. Почему? Потому что появляется возможность резкого сокращения морского пути. То есть не надо плавать. Наполовину сокращается, он сразу приходит в Европу. Правда, в Южную. И в этом случае у нас еще одна, может быть, совершенно иная возможность, стратегическая появляется, использование нашей РЛ Балтики, но как уже Балтийско-Адриатического линка на Скандинавию. С теми же возможностями обеспечения Скандинавии по линии е-коммерции, всякими товарами, грузами и так далее. Это просто другой вид другой стороны. В любом случае мы не можем сражаться по одному, мы должны работать вместе в этом плане. И в противном случае это как в той больнице. Будут три стороны из одного источника питаться. Ну и где здесь будет синергетика, где здесь будет какая-то составляющая важная. Ну и последний очень быстро тактический момент. Наше министерство призвано работать над стратегией. У нас была стратегия последняя до 10-го года, потом был четырехлетний перерыв, и сейчас у нас стратегия, у нас такое руководство к действию. Приятно то, что министерство обращается к общественности, к бизнесу. И впервые, на моей памяти, за 10 лет начали проходить мозговые штурмы. Мы сами были организаторами-участниками этих штурмов. В стенах нашего вуза несколько ассоциаций участвовали в таких мозговых штурмах. Но что опять настораживает, если мы говорим о тактике. Я накануне нашей встречи сделал поиск в гугле по словам Latvian Transport Strategy. На первых двух страницах, дальше вы понимаете еще хуже, нет ни одного линка на стратегию. Более того, попадает литовская стратегия почему-то даже сюда. Литовцы молодцы, они всюду улезают. Даже в латвийскую стратегию умудрились в свою запихнуть. Но если мы откроем по аналогичным кликам стратегию литовскую и эстонскую, то мы увидим, сплошь идет транспортная стратегия. То есть первая страница полностью забита именно информация стратегии. То есть она у нас есть или ее нет? Или те, кто сидит в этом зале, фактически точечным образом ее интуитивно и формируют? Это тоже вопрос. Потому что все три страны рисуют глобусы. Вот Литва, вот Эстония, вот Латвия. Одно и то же. Они самые лучшие для транзита китайских грузов. В сентябре будет конференция в Финляндии. Она никогда этим не занималась, но я с удивлением заметил, что она тоже хочет участвовать в этом процессе. И, кстати, у нее больше шансов, потому что она будет первая. И ее индекс логистической эффективности самый высокий в этом регионе. Посмотрите на сайты наших министерств. Эстония. Там есть все. Там есть новости, там есть все виды транспорта на английском языке. Сайт нашего министерства. Две странички. Вот это первая полная страничка. Здесь вообще как бы ни о чем. Это обычно первокурсник, студент пишет такой реферат. Вторая страничка про нашего министра. Он здесь присутствует. По нему есть отдельная страничка. И все. То есть если китайский бизнес захочет узнать вообще, что есть в Латвии, он даже не определит, что там есть порты и так далее. По страничке базовой министерства транспорта. Ну и совсем как бы развитая страница это министерство транспорта Литвы. Здесь есть и новости, здесь есть и все нормативные акты, которые очень важны. Все связи, линки на все даже отдельные транспортные предприятия. Это очень важно. И в этом плане мы должны поменять свое видение. Потому что реально мы проходим, и министерство в основном занимается, к сожалению, только инфраструктурой. Бизнес в большей части, транспортные операторы занимаются потоками. Пользователи логистические стараются, стараются материальными потоками заниматься. А идеологией как таковой, концепцией, логистики, к сожалению, только академическая наука занимается. И самое страшное, что между этими четырьмя составляющими практически нет никакой связи. Каждый варится в собственном соку. Поэтому хотелось бы, подводя итог, сказать, что давайте смотреть с разных точек зрения на одну и ту же проблему. Мы знаем этот классический случай с цилиндром, когда по одному отображению нельзя сказать, шар это или прямоугольник. Но даже по такому изображению я бы не стал делать выводы, потому что может быть и такой вариант. И давайте его искать. Спасибо.